здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко говорим о городском округе люберцы а его прошлом настоящим и будущем почему потому что сегодня у нас гостях директор музейно выставочного комплекса городского округа люберцы татьяна юрьевна крюкова здравствуйте татьяна юрьевна добрый день скажите пожалуйста вот раньше музей воспринимался но вообще у людей причем разного поколения прежде всего молодежи у людей среднего возраста ну как какая-то такая история куда что такое старенькое все обиджала такое уже как-то никто особо не ходил сегодня мне кажется что есть какой-то запрос на музейную деятельность на посещение всевозможных выставок галерей по всему миру кстати это происходит и не только знаменитых музеях и галереях можно ну на себе что называется ощутить такой бум когда ты приезжаешь и не можешь попасть потому что заранее покупать билеты так далее вопрос номер один как вы считаете действительно и запросы на музейную скажем так составляющую в жизни человека сегодня люди хотят ходить в музей хотят почему наверное совершенствовать самого себя причем я бы таком сейчас сказала бы что музей сейчас является либо созерцательным куда приходят люди старой закалки ну и наверное за собой тянут молодежь кто все отбивается но потом вроде да да и смотрят созерцает в те музеи где нельзя трогать руками в те музеи где вековая история где дышать нужно себя чтобы не испортить экспонаты есть такие музеи и они тоже привлекают к себе внимание ну наверное правда новыми технологическими с устройствами это и свет и звук привлекается уже не просто так здесь тихо здесь шуметь нельзя звучит музыка технологии все надо звучит музыка проекции какие-то световые решения уже сама обертка музея но содержание то же самое а фантик уже другой и он привлекает это даже уже фактически такое музейное шоу можно да 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 это вот созерцательный тоже вот музей который был ранее да а есть интерактивный музей вот это большим спросом как раз пользуются у молодежи где можно пощупать потрогать посмотреть полистать с одной стороны до молодежь а приобщается к тому искусству который нельзя трогать на которой нельзя дышать только можно смотреть запоминать восторгаться да но через интерактивную программу которая как бы не придут не подразумевает настоящие реальные экспонаты да они вроде как через игровую программу через какую-то это всякие можно собирать мозаику дуть бить смотреть собирать через тактильные свои ощущения приучаются также вот к этому высокому прекрасно даже продают можно картину эту известную картину все расписано краски покупаешь да и даже если как раз увлекаясь этим да знаете в душе художник но мне время училась не на не на то поэтому когда есть свободное время минуты я с удовольствием сажусь и рисует номера понятно татьяна скажите пожалуйста вот вы должность у вас звучит так директор музейно-выставочного комплекса звучит так глобально что же такое сегодня музейно-выставочный комплекс городского округа люберцы можно образно рассказать это нужно если позвольте то музейно-выставочный комплекс это большая многодетная семья которая воспитывает троих детей на цену до взрослых сыновей это люберецкий краеведческий музей и музей истории культуры малаховка 76 года рождения и 96 года рождения не у нас уже взрослые вот и есть одна дочка молодая красивая но как и должно быть а молодые всегда самые любимые до 18 года рождения это картинная галерея вот скажите 18 года рождения означает ли это то что в стране в больших городах в том числе и в москве лет так 10 тому назад мы заметили можно сказать произошел определенный бум то есть стали приезжать выставки из европы к нам от нас в европу и не только в европу именно картинная галерея люди стоят в очереди на улице причем стоят даже в холода в этом году правда зима выдалась всем иная но тем не менее люди хотят наблюдать вот эти вот самые картины наблюдать созерцать как вы говорите вот поэтому появилась картинная галерея и в городском округе люберцы вы почувствовали что есть запрос но и в том числе но в первую очередь это воплощение мечта создателя люберецкого краеведческого музея михаил петровича изместива он мечтал об этой галереи это был смысл его всей жизни он положил все с усилия и усердия свои на создание этой картины галереи потому что музейный фонд люберецкого краеведческого музея с годами рос рос его надо было где-то размещать для этого нужно было специализированы формировать фонда хранилища запасники площадей у здания музея нету не было и было принято решение с поддержкой и администрации люберецкого городского округа и московской области и все-таки реализовался этот проект мы рады и нам знаете как завидуют другие муниципальные образования вот буквально вчера у нас открылась выставка государственного кжельского университета и преподаватели и студенты и даже руководство вот раненского муниципального образования были отметили то какие мы счастливы и как нам повезло что у нас есть такие площади в которых можно выставлять различные виды искусства то есть это такой один из важнейших музейных вопросов потому что мы знаем что все великие галереи мира они вечно что называется плачут по поводу того что у нас только выставлено а вот сколько у нас решений выставлено если это все поднять из запасника сколько сейчас выставлено экспонатов сколько выставлено работ и кто там экспонируется картина галереи не имеет своих фондов она если выставляет то пользуется фондами наших музеев вот в основном это приезжие это частные коллекции или какие-нибудь организации выставляются в наших залах у нас два больших зала один малый где-то приблизительно более 200 квадратных метров чуть побольше более 500 квадратных метров плюс у нас задействованы холлы второго и третьего этажей так что много можем выставить сейчас данный момент у нас открыта выставка загородный блюз выставка художников которые сплочены нашим с городским округом люберцы а конкретно рабочим поселком красково каких-то в свою волю жизненных ситуаций они были с ним связаны да вот объединились и выставили свои работы очень красивый такой приятная такая выставка вот постоянно возможная экспозиция если начать работать над тем чтобы собирать скажу еще же есть музей такая я так понимаю поправьте меня если я не прав система поиска сбора каких-то да основная деятельность музея учет и хранение фондов единиц хранения да да в нашем музее более тридцати девяти тысяч единиц хранения это вот во во всем музейно-выставочном комплексе на уже многие художники выставляясь ранее дарили картины и михаил петровичу было очень много подарено картин и он собирал очень много картин мы можем похвастаться что в наших фондах находятся картины не только российского но и мирового значения не секрет что и в москве и в санкт-петербурге больших городах очень часто проходят выставки одной картины вы говорите что у вас есть в запасниках картины мирового уровня почему вы их прячете туристы же могут прячем деньги зарабатывать прямо с языка снимаете слова да у нас есть такой проект тоже мы готовим вип-зал вип для одной картины но для этого нам нужно немножко время чтобы технически усовершенствовать эту площадь а чтобы все было соответствовать а что за картина вы не скажете сейчас секрет известные картины коровин соврасов айвазовский так что все сразу не расскажу так вот так вот вы их выставите соберете туристов денег и у вас будет новый абсолютно вип-зал вот послушайте меня да да сейчас есть запрос тем более такие имена вот я недавно был на выставке которая проходит сейчас третий ковки до выставка поленова огромное количество опять людей да тут тут еще очень такой важный момент возвращаясь уже к музейному выставочному комплексу городского круга люберцы вот вы говорите краеведческий до один из старших братьев да да посмотреть а что же такое были люберцы когда-то давно можно это увидеть там и что за экспонаты в краеведческом музее у вас хранятся краеведческий музей соответствует своему названию можно узнать о своем родном крае посмотреть какие люберцы были 300 лет тому назад какие люберцы были в советское время то тоже кстати очень спросом сейчас пользуется соц реализм да да археологические есть коллекции представлены тоже в музее а что из археологических коллекций потому что археология тоже нам очень интересно что всякие камни породы чтобы было в 1 это на этой стоянке что находили еще сейчас раскопки какие-то ведутся как-то рабу новые фонды скажем как это ни парадоксально старые экспонаты можно пополнить с помощью вот каких-то новых разум можно играть и недавно такой у нас случай был так что случилось в процессе реконструкции ново-рязанского шоссе рабочим в карьерном песке привозном был найден позвонок предположительно мамонта что да и очень интересно то что рабочий который работает на бульдозере оказался очень сознательным человеком он позвонил в музей сказала сообщил о своей находке эту находку привезли к нам в итоге действительно патр делась что это позвонок мамонта женской особи ты еще и женскую да вот единственное что до единственно песок был привезен конечно не за территории городского округа люберцы а с иных территорий но все равно вот сейчас наш музейный фонд пополнился вот такой интересный таким интересным экземпляром который когда-то существовал несколько вот тысяч лет тому назад я должен сказать что это прям как сенсация в городском округе люберцы найден мамонт а потом уже можно расшифровать да да многие смена нас публиковали были некоторые короткие такие вот вот да интересует хорошо у нас сейчас будет небольшая пауза после чего мы более серьезно поговорим о краеведческом музее еще об одном братья вашего большого музейно-выставочного комплекса напомню что сегодня у нас гостях директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы татьяна крюкова эта программа открытый диалог напомню что у нас сегодня в гостях директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы татьяна крюкова татьяна скажите пожалуйста вот мы остаемся сейчас да в краеведческом музее идем смотрим что там у вас есть такого особого что входит в коллекцию краеведческого музея коллекцию краеведческого музея входит это и археология входят и выставки по теме русского быта дворянского быта купечество представлена мебель из дома круминга есть отдел по революции ну естественно военную тему мы тоже не обходим в этом отдельно было двенадцатого года вот космос естественно мы не могли тоже это все что тут у нас да и даже рубашка его есть рубашка гагарина да 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 вот история люберец у нас и история люберец того тех веков и советские люберцы представлены очень важный такой вопрос всегда те люди которые приходят в музей вот как только видишь надпись копия сразу как это строение пропадает вот у вас много артефактов что называется копий не копий а настоящий да ну те те коллекции которые я назвала не реальны они настоящие ну как вам плуг саха русские быта ней да зачем их подделывать нет а что-то приносят вам люди в музее конечно находят до сих пор приносят люди сдают у принимаем описываем трудимся над этим коллекциями единственное что вот пока площадей мало где размещать то есть есть желание немножечко развернуться да 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 это вот обратиться у всех музеев есть так такая история расширяйся хочется еще да раз люди приносят а это надо же где-то хранить и хранить должным образом поэтому площади всегда хорошо поговорим еще об одном братья музейного комплекса что о нем расскажете мы здесь турию культуры малаховки так находится в рабочем поселке малаховка там тоже представлена у нас коллекции тоже дворянская там поскольку малаховка всегда усадебен до малаховка всегда являлась прекрасным местом для отдыха наших творческих личностей тех времен да и мы знаем с вами что существовал театр шаляпина который сейчас к сожалению нет а вот скажите если бы была возможность выставить все сколько еще таких нужно музейных площадей как говорят которые сегодня еще одна такая же или 2 на данный момент музейно-выставочный комплекс располагает около шести тысячи квадратных метров площадей но как минимум как минимум 6 еще надо да да 12 нам бы хранилище огромное хотя бы на тысячу квадратных метров ну я надеюсь что может быть совет депутатов заинтересуется вашими проблемами или просто меценаты никто не отменял на к нату мы открыты да вот может быть свой третяков найдется который поможет вам в этом последний вопрос технически и перейдем к важной дате которая в этом году будет отмечаться и понятно что все книги готовится всегда интересно особенно когда касается это музейной работы но обо всем по порядку вот на сегодняшний день мы знаем что технологии идут вперед для музея очень важно влажность воздуха стены отопление крыша ну вот такие бытовые истории насколько вы сегодня можете сказать что все более-менее нормально или тоже хотелось бы что нибудь там подправить хотелось подправить да а в чем проблема есть такой ну всегда найдется где-нибудь дырочка в которую протечет водичка нужны средства средства выделяют нам пытаемся осваивать но на 6 тысяч квадратных метрах их порой бывает не хватает об этом знают вышестоящие да конечно штуктуру вообще сегодня музейный комплекс у нас глобально куда входит какому министерству подчиняются вообще фонды наши которые стоят на учете в музеях все относятся к фондам российской федерации мы хотя и подчиняемся министерство культуры московской области но именно что касается фондов и и согласование всех реорганизациях учреждения создания новых и так далее это все должно быть сведомо министерство культуры российской федерации то есть вы можете например написать получив некое добро от министерства московской области написать некое предложение просьбу и дали даже требования уже не знаю как на уровне происходит министерство культуры российской федерации что вот есть такая проблема хотелось ее решить мы сейчас непосредственно сотрудничаем с министерством культуры российской федерации решаем какие-то возникшие вопросы рабочие моменты да это есть тем более в музее всегда есть государственная часть фондов и негосударственная часть муниципальная все что касается государственной части фондов российской федерации напрямую с министерства культуры знаете да прошу прощения что перебиваю иногда есть такое ощущение что когда вот жестко стоит вопрос вот фонд не дай бог лучше его спрятать куда-нибудь под замок и не показывает никому и так спокойнее будет на тогда для чего музей существует нет а это понятно но наверняка некоторые ну не добросовестный музей музеев то на по стороне очень большое количество я почему под обратить внимание я бьюсь за то что есть такое ощущение что многого мы не видим не только в городском округе люберцы из-за того что площади не хватает а во многих других музеях не только московской области в стране потому что очень часто музейные работники руководители музеев говорят у нас еще есть много чего интересного нам негде выставляться ну да либо делать смену экспозиции а это трудоемкий процесс и не быстрый посетитель должен идти и наблюдать и видеть а это нужно закрывать залы и чем удивлять то чем радовать то людей луками понятно хорошо кто приходит к вам работать сотрудники это же наверное копейки зарплата то да да не только человек с добрым сердцем и с каким-то желанием знаете вот наверное кто приходит раз пришел в музей работать это в сердце попадает как-то их уже уходить не хочется вот у меня есть некоторые сотрудники которые занимали ранее и высокие должности в музее нашем и несмотря на то что они перестали быть руководящими работники они не уходят это музей затягивает то есть преданность да что то есть такой вот а кстати а министерство культуры как-то рассматривает вопрос повышения зарплаты я почему опять же сравнивая с европейскими странами я много где бываю музеях и я смотрю что там очень много молодых сотрудников которые явно не пришли бы на работу да не то что они там не любят они тоже могут любить но знаете как молодой человек для малая девушка а у нас чаще все вот люди лучше случае зрелого как сейчас говорят вот и пожилого возраста и мы знаем с вами проблемы когда не дай бог что-нибудь до крадут просто эти люди не смогут даже остановить преступника то есть понятно что никто не хочет избавляться от опытных как вы говорите людей которые любят сердцем музей но как привлечь молодых вы знаете вот если провести сейчас анализ возраста среднего возраста наверно моих всех сотрудников а это около 43 человек я бы не сказала что мы ближе к активному долголетию возраста активного долголетия я думаю что это район где-то 40 лет понятно ну а теперь коль мы говорим о летах годах а датах понятно что это год особый 2020 75 лет великой победы я так понимаю что музейный комплекс городского круголюберца тоже к этому активно готовится что у вас будет обязательно на 9 ближе к 9 мая и вообще вот в преддверии этого праздника мы планируем вместе с комитетом по образованию провести очень интересный фестиваль фестиваль школьных музеев чтобы наши возрасте наши люди которые участвовали которые были в тылу и как ли просто люди тех как раз дети войны дети войны смогли прийти в одно место и увидеть то что творится в наших музеях школьных музеях в части касающиеся этого этой даты этого события какое творчество происходит что делают чтобы как ценят как берегут эту память преклоняется перед подвигом наших ветеранов и сколько будет проходить на какое-то долгое время это будет все планируется с середины апреля до конца июня так что все желающие могут прийти и посмотреть в эти даты то есть вы сейчас направили в школы где есть музей или где может быть даже нет музея есть что-то подобие какого-то музея что предложили поучаствовать в этом проекте сколько уже откликнулась или пока еще только ориентировочно 18 школьных музеев 18 школьных музеев то есть это документы фотографии да какие вы поймете что выносить экспонаты из учреждения не всегда приятно это связано из за большое оформление документационные вот этого вещей еще и еще и перемещение выносить а вдруг они испортят каждый передач как тоже как дитю малые выявляете каждый холит и лелеет ту находку тот экспонат который у него есть поэтому это планируется больше так скажем визуализация визуальная картинка того уголка того музея виде баннера и с вероятностью представление какой-то одной или двух вещей из этой коллег помимо этого в нашем музее хранится знамя полка так и сейчас она тоже к 23 февраля будет представлена в нашем в одном из залов нашей картинной галереи это знамя которое сшивается по кусочкам каждый человек может прийти в картинную галерею до 1 марта взять небольшой кусочек лоскуток этого знамени вышить там собственноручно не кому-то сделать заказ имя своего родственника который участвовал великой отечественной войне который ковал эту победу и принести нам до 1 марта для того чтобы потом мы дошили это знамя это знамя очень уникально но с годами увеличивается увеличивается в размерах по последним данным оно было 75 метров в этом году сколько сошьем лоску точков и на сколько метров она увеличится еще пока не знаем но она в данный момент сейчас у нас висит в залах можете прийти и посмотреть очень интересно то есть можно поучаствовать в такую можно конечно необычного даже это знамя проносится по улицам нашего городского округа 9 мая последнее время очень много выставок проходят ну частично вы даже уже ответили на этот вопрос когда очень много мультимедийных всевозможных технологий применяется и я и мои некоторые коллеги которые любят посещать музеи относится к этому иногда отрицательно я объясню что имеется ввиду когда ты приходишь на выставку вдруг понимаешь что из там условно говоря 100 картин одна картина настоящая 99 мультимедийных вы не считаете что это все-таки некая профанация а стоит кстати как вот настоящая галерея как тот же поленов например да потому что такие медийные установки стоят хороших денег мне же хочется увидеть то настоящая одна настоящая да но присутствие наверное вот именно за эти атмосферное на присутствие среди вот этих вот мультимедийных обстановок этих этого света цвета она дает другие ощущения ну и последняя татьяна что бы вы пожелали всем жителям городского круга люберцы не только жителям до всем кто может быть захочет прийти к вам в музей почему они должны к вам прийти вот если бы вам такой вопрос адресовали этому каждый человек должен ценить свои корни знать свои корни откуда они идут где его начало где его исток приходите к нам узнавайте мы готовы вам помочь и помогаете еще я буду помогать помогайте вот кстати сегодня очень был интересный момент у нас собирались конфессии и настоятель преображенского нашего храма благочинный задал нам вопрос а люберцы откуда пошло название потому что мы знаете много есть разных версий откуда называются люберцы его одна версия очень заинтересовала лю берка с перевода от тех племен которые существовали здесь давно давно она переводится как плохая тихая река лю берка почему плохая потому что не судоходная маленькая маленькая невозможно было судам проходить и вот от но тихо на тихо вот так вот знать свои корни и истоки почему люберцы почему лю берка мне кажется это очень интересно узнав это только мне кажется становишься богаче можно по этому поводу сделать специальную выставку когда-нибудь история название люберцы спасибо огромное татьяна юрьевна крюкова директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы поговорили с вами вроде бы как о прошлом но в какой-то степени о будущем с вами был николай пивненко программа открытый диалог счастливо